Возможности человека безграничны. Ежедневно это доказывают незрячие люди. Сегодня отмечается День слепых. Эта дата призвана привлечь внимание к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В Мясе тоже есть общество слепых. Люди, которые в нем состоят по талантам и активной жизненной позиции, ничуть не уступают здоровым горожанам. С одним таким интересным и творческим человеком встретилась наша съемочная группа. Тимур Хасаншин лишился зрения в армии, но, несмотря на это, не разочаровался в жизни. После случившегося вернулся домой, пошел в музыкальное училище, потом окончил Академию культуры в Челябинске. Он всегда мечтал создать собственную группу, и, наконец, это стало реальным. Сейчас в коллективе четыре человека – два гитариста, клавишница и барабанщик. Практически все – инвалиды по зрению, но это не мешает им быть желанными гостями на музыкальных конкурсах, фестивалях, а также выступать везде, где любят живую музыку. Послушать коллектив жителей МИАСа приходят в одно из самых известных кафе. Группа у нас создавалась очень интересная. Я как бы… Мне не хватало времени, но вот наш барабанщик Юра, он ходил за мной года четыре, он говорит, нет, я лет пять за тобой хожу. И он говорит, давай соберемся, давай поиграем. В конце концов мы с ним собрались, состав группы немножко не сформировался, мы где-то месяц занимались, но потом вот мы нашли Марину, клавишница, и Егор, бас-гитару. Опустел городской неухоженный сад, и летят за моря шуравли. Но у участников группы помимо музыки еще много разных увлечений. Например, спорт. Среди инвалидов по зрению много победителей и призеров всевозможных соревнований. Инвалиды занимаются спортом. Я как бы здесь, в городе Мясе, отвечаю за легкую атлетику. Ходим, тренируемся в 11-ю школу в Манеж. У нас прекрасная команда, ездим на соревнования, занимаем первые места. Очень много золота, серебра, бронзы. И как бы занимаемся еще плаванием. Именно сегодняшняя дата по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается как День слепых, потому что 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи, известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для незрячих. Сейчас в мире примерно 124 миллиона слепых. В Мясском обществе состоит 248 человек. Незрячие люди, которые еще не стали членами общества, но хотели бы вступить в его ряды, подробную информацию могут узнать по телефону 55 35 90.